Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и бро, сразу же, просто сразу же, бери и подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду, ведь придёт время, и Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И вчера ночью, когда я сидел за компьютером, я хотел поиграть в Майнкрафт, но для начала мне нужно было его скачать. Я решил, что буду качать пиратскую версию, потому что на лицензию у меня не хватало денег. Я быстро нашёл ссылку на скачивание. На рабочем столе была игра, я уже хотел поскорее открыть её, но я заметил, что в левом углу экрана был блокнот, и подписан он был «Ни в коем случае не открывай». Всё же моё любопытство взяло вверх, и я открыл тот странный блокнот, там было написано «Зря ты это открываешь, теперь тебе придётся увидеть то, чего ещё никто не видел. Теперь ты можешь мне позвонить, Игорь, и смотреть, что из этого получится. Но для начала попрощайся с родными и близкими, потому что исход может быть очень печальный». Я закрыл этот блокнот, и он пропал из рабочего стола. Я перепугался и сразу же зашёл в Ютуб, и нашёл видео, где у одного парня была такая же проблема, только ему это всё приснилось. А у меня это всё в реальной жизни, и всё было не очень похоже, как у него. Я решил попробовать сменить название игры. Я очень люблю Грэнни, и мне было интересно, как же игра будет выглядеть, когда в конце добавить .gnu, что означает кратко Грэнни. После я обновил страницу, и результат меня удивил. Иконка игры была изменена, она была серая, и на квадрате были белые глаза, как у Грэнни. Я с опасениями решился туда зайти, и игра сразу же запустилась. Я появился на кровати. Я не верил, что у меня это получилось, и я реально играл Грэнни в Майнкрафте. В игре была даже сама Грэнни, она была очень похожей на реальную. Порой меня даже пугало её присутствие. Я играл в этот Майнкрафт Грэнни очень долго, но пройти его у меня не получалось. После чего я решил выключить её и снова сменить название. На рабочем столе был ещё один блокнот, теперь он был уже подписан. Открой меня. В нём было написано. Я вижу, тебе нравятся мои игры. Смотри, только далеко не заходи, а то кто знает, чем это может закончиться. Я закрыл этот блокнот, после чего он тоже пропал из рабочего стола. В этот раз мне стало очень интересно, и я решил проверить, ли получится у меня сыграть в РИП Майнкрафт. В название я вёл РИП, но сохранить не получилось. Выбывала ошибку и писалась. Эта версия вам недоступна. Это было странно, но я решил проэкспериментировать ещё. В название я добавил ещё Эксель, и когда я обновил, иконка игры стала странной. Она была вся в красных кровавых пятнах. И в этот раз мне уже стало страшно туда заходить, но я должен был это сделать. Пока я думал, мой компьютер начал что-то грызить, и очень громко шуметь. Пока я не понимал, что происходит, игра начала запуск сама. В этот раз мне было показано меню. Всё меню было красного оттенка. Это очень сильно резало мне глаза. На экране был лишь один выбор. Это было начать игру. Что я её выбрал? И началась загрузка мира. После была уже сама игра. Всё было в красных тонах и очень непривычно. На фоне были странные звуки мечания и жуткая музыка. Этот Майнкрафт был вообще не такой, как настоящий. В этот кровавый май я не смог поиграть только 10 минут. После чего я просто не выдержал и выключил игру. На экране был обычный Майнкрафт. Больше никаких записок не было. Я запустил обычный майн и играл уже в обычный Майнкрафт. Мне было страшновато менять название этой игры. Но, бро, если ты хочешь ещё увидеть, как я меняю название этой игры, то ставь лайк. Ведь тебе это всего-то 2 секунды. А мне очень приятно. И если на этом видео будет 5000 лайков, то я сменю ещё название игры на какие-то мистические. И, бро, подписывайся на мой инстаграм. И там уходят очень страшные фотографии, которые тебя могут напугать. Подписывайся, конечно, если не боишься. Или же пиши мне в директ. И я отвечу именно тебе. Да-да, бро. И всех тысяч человек я отвечу именно тебе. И, бро, бро, подписывайся на мой канал. Чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь предупреждение Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И пиши комментарий под этим видео, если хочешь попасть в следующее видео. Для того, чтобы попасть в следующее видео, тебе нужно нажать на лайк, колокольчик. А затем написать комментарий. И ты уже в следующем видео. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока. Пока.